Кто из нас не помнит певицу Кончиту Вурст, победительницу Евровидения 2014? Многие тогда негодовали, как ей могли отдать первое место. Казалось, мир сошел с ума, образ бородатой женщины победил вокальные способности. С той поры Кончиту знают все, как же она выглядит сейчас и чем занимается. Ее настоящее имя Томас Нойверт родился в 1988 году в Австрии. Он был мальчиком, но всегда чувствовал какой-то дискомфорт от тела, хотел нарядиться в женские платья. Однако приходилось скрывать это от сверстников, которые и так над ним смеялись. Лишь в 17 лет парень решил заявить, что он не такой, как все. Чтобы найти себя, решил стать частью шоу-бизнеса. Имея неплохой голос, Томас пробует петь, но все безуспешно. Тогда он придумал образ бородатой женщины Кончиты Вурст и дошел до Евровидения, забрав себе первое место. Не все аплодировали стоя бородатой певице, которая оказалась столь необычной. Но первое место дало новые возможности победительнице. Начались гастроли по разным странам. Даже в Москве выступила Кончита, хотя многие были против приезда. Также бородатую женщину приглашали и на модные показы. Она стала частью светской тусовки. Четыре года у нее были отношения с танцором Жаком Патриком. Они жили в пригороде Парижа. Появились сведения о болезни Кончиты. Тогда певица решила сама рассказать о наличии положительного ВИЧ-статуса и курсе терапии, который ей назначен. Спустя время Томас, он же Кончита Вурст, устал от постоянного ношения женских нарядов. Захотелось смыть с себя грим и вернуться к чему-то более мужественному. В 2018 году вышел последний альбом певицы Кончиты Вурст в женском облике. Сейчас Томас не использует парик, который украшал его голову много лет. Он отрастил свои волосы и выкрасил их в блонд. Нет уже тех ярких ногтей, макияжа. Но осталась борода. Ее он считает символом своего успеха. Ориентацию Томас не сменил. Семьи у него по-прежнему нет, но в отношениях с мужчинами его периодически замечают. Певец уже не так популярен, хотя гастрольный тур на следующий год расписан. В период пандемии он старался не выходить из дома. С поклонниками общался через Инстаграм, а одновременно рекламировал маски, призывал всех заботиться о своем здоровье. 32 года уже исполнилось нашему герою. Да, были за плечами у него победы, а что впереди?